В иконе они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. А неверующие иудеи возбудили и ожесточили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь немалое время, смело действуя в Господе, который во свидетельство Слову благодати Своей творил руками их знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы пострамить и повить их камнями, они узнав об этом удалились в Лакалонские города Листру и Дервию и окрестности их. И там благовествовали. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом, «Тебе, говорю, во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо!» И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски, «Боги в образе человеческом сошли к нам!» И называли Варнау Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слое. Жрец же идола Зевса, стоявшего перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнавы и Павел, услышав об этом, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили, «Мужик, что вы это делаете? И мы, подобные вам люди, и благовествую вам, чтобы вы обратились от этих ложных богов к Богу Живому, который сотрыл небо и землю и море, и все, что в них, который в прошедших родах позволил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищи весельем сердца наши». И, говоря это, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там учили, из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, «Они не говорят ничего истинного, а все лгут!» И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, считая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавой в Дерве. Проповедав Евангелие этому городу и приобретя довольна учеников, они возвратились в Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, вещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого веровали. Потом, пройдя через Песидию, пришли в Памфилию и, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию, а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними и как Он открыл дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками. Деяние 15 глава Некоторые пришедшие заудеи учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалый спор у Павла и Варнавы с ними, то поручили Павлу и Варнаве, и некоторым другим из них отправиться по этому делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, будучи проведены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. По прибытии живой Иерусалим, они были приняты церковью апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как открыл дверь веры язычникам. Тогда встали некоторые из фарисейского учения, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения этого дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им, «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст Моих язычники услышали слово Евангелие и уверовали?» И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ними, верой очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на шею учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, «Мужи и братья, послушайте меня». Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с этим согласны слова пророков, как написано, «Потом обращусь и воссоздам скиню Давида падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие люди и все народы, между которыми и возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все это. Ведому Богу от вечности все дела его. Поэтому я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили избрать из своей среды мужей, послать их в Антиохию с Павлом Иварнавой, именно Иуду, прозываемого Варсавой, и силу мужей, начальствующих между братьями. Написали и вручили им следующее. Апостолы и пресвитеры и братья, находящиеся в Антиохии, Сирии и Кирики, братьям из язычников, радоваться. Поскольку мы услышали, что некоторые вышедшие от нас смутили вас своими речами и поколебали на ваши души, говоря, что должны обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей послать их к вам, с возлюбленными нашими, Варнавой и Павлом, людьми, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и силу, которые изъяснят вам тоже словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме этого необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленены, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая это, хорошо сделайте, будьте здоровы. Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались этому наставлению. Иуда и сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их. Пробав там некоторое время, они были с миром отпущены братьями к апостолам. Но силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуй вместе с другими многими Слово Господне. Спустя некоторое время Павел сказал Варнаве, «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собой и Анна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать, отставшего от них Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава взял Марка от плода Кипр. А Павел, избрав себе силу, отправился, будучи поручен братьями благодати Божией. И проходил он Сирию и Киликию, утверждая церкви. Продолжение следует...